Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги «Второзаконие» Перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала «Экзегет» Ну вот, здесь у нас начинается гражданское право В современном мире уголовное, гражданское, религиозное Они все отдельно друг от друга В книге «Второзаконие», вообще в пяти книжах Вообще в Ветхом Завете они все вместе Потому что предполагается, что человек, который живет с Богом И с другими людьми, он руководствуется более-менее одними и теми же правилами Во всех случаях То есть сегодня у нас гражданский кодекс Это отношения между свободными людьми, которые действуют в своих интересах И вступают в какие-то отношения Уголовный кодекс – это случаи, когда были нарушены Какие-то нормы законодательства Ну а религиозное право, скажем, каноническое право Православной традиции, оно вообще касается только людей в церкви И их отношения внутри церкви И можно быть совершенно по-разному В разных этих сферах себя проявлять Но тогда этого не было То есть тогда человек, который принадлежит к божьему народу Он одновременно выстраивает свои отношения с Богом и с ближним внутри этого народа Одно от другого неотделимо Потом придут пророки, чтобы об этом напомнить Кстати, о пророках О пророке, но возможно о пророках Говорила предыдущая глава А тут очень конкретные нормы Детальные, мелочные даже кто-то скажет Но гражданское и уголовное законодательство не бывают мелочными Потому что они расписывают, что, собственно, происходит с людьми Итак, когда Господь ваш Бог Истребит народы, землю которых он отдает вам Когда вы овладеете их землей И поселитесь в их городах и домах То вы делите там, в стране, которая отдает вам во владение Господь ваш Бог, три города Измерив расстояние, разделите страну, которую отдает вам Господь ваш Бог На три части, чтобы, совершившие убийство, могли найти убежище в этих городах О чем идет речь? О городах-убежищах Но мы не будем сейчас комментировать это Потому что, собственно, текст объясняет все это дальше самостоятельно Только одно скажу Значит, в обычной жизни действуют правила кровной мести Ну, не сейчас, а тогда То есть, человек, который совершил убийство Он может быть убит родственниками этого убитого человека Но бывает же так, что он это сделал случайно Вот в каком случае совершивший убийство Может бежать в один из этих городов и спасти свою жизнь Если он убил неумышленно А прежде между ним и убитым не было вражды Например, человек пошел с кем-нибудь вдвоем в лес за дровами И занес топор, чтобы срубить дерево А топор сорвался с рукоятки Попал в того и сразил насмерть Такой человек может бежать в один из этих городов И спасти свою жизнь Нельзя допустить, чтобы разгневанный мститель, погнавшись за ним Настег его из-за того, что дорога слишком длинна И убил Ведь он не заслуживает смерти Прежде между ним и убитым вражда не было Поэтому я повелеваю вам выделить у себя три города Понятно То есть, вот в этих трех городах Не действует правило кровной вражды А во всех остальных оно действует Интересно, что оно нигде в законодательстве ветхозаветном не описано Ну, есть, конечно, общие принципы Что за убийство полагается смертная казнь Что тот, кто пролил кровь, его кровь Пусть прольется и так далее Но это общие принципы Кто конкретно, как это сделает У нас возникает ощущение, что Это, наверное, какое-то уголовное законодательство С обычными его процедурами То есть, там есть суд, есть доказательства Есть защита, есть обвинения Но похоже, что в более примитивном виде Просто вот мстили за убитого И это не считалось, соответственно, убийством А в этих городах это не действует Если же Господь ваш Бог сделает ваши владения обширными В чем он поклялся отцам вашим Отдаст вам всю страну, которую он обещал отцам вашим Так будет, если вы станете неукоснительно Исполнять все повеления, которые я возвещаю вам ныне Любить Господа вашего Бога И всегда ходить путями его Тогда прибавьте к этим трём городам Еще три города И не прольется в стране, которая отдает вам Господь Ваш Бог невинная кровь И не будет на вас вины за кровь Вот, и заодно такая предусмотрительность Что трёх может не хватить Ну, тогда надо добавить, и всё Ну, понятно, что подобный город Может стать убежищем для настоящих убийц Да, потому что они скажут А мы случайно, мы шутили, да Как правило, убийцы не признаются в том, что они совершили Но если некто питал вражду к ближнему Подстерёг его, напал на него и убил А потом бежал в один из этих городов То пусть старейшины города, где жил убийца Пошлют за ним, заберут его из того города, куда он бежал И отдадут мстителю, чтобы убийца был предан смерти Не жалейте его Снимите с Израиля эту вину Пролите невинной кровью Будет вам хорошо То есть, понятно Старейшины города убежище Вольны отказать в убежище, если есть свидетельство А смотрите, а где свидетельство Вот до сих пор уголовное право Различает убийство по неосторожности И предумышленное убийство Конечно, и убийство по неосторожности сегодня Это серьёзное преступление За которое люди несут ответственность Но гораздо меньшую, чем за предумышленное убийство И в чём разница А вот принцип, мотив Да, вот до сих пор в уголовном праве Это важнейший принцип Есть ли мотив у человека Была ли у них вражда Если была, то понятно, что убийство Могло быть подстроено Да, вот пошёл в лес Якобы случайно ударил того топором по голове Ну, понятно, что если они враждовали То это не совсем случайно получилось Вот, ну, ясно, что в любом случае Таких ситуаций могло быть много пограничных Да, где не очень понятно, как и что Но общий принцип излагается И что ещё интересно Пролитие крови Это вина, которая ложится на весь Израиль Да Вот оскверняет весь народ Это не личное дело В нынешнем законодательстве Естественно, убийца виновен Но народ от этого никак не страдает Да А тогда народ Это коллективная личность И поэтому, если один из его членов убийца То весь народ запятнан А снимается вина опять-таки пролитием крови Но уже кровью убийца И дальше, неожиданно Не избегая межу ближнего Проведённого предками в ваших владениях В стране, которая отдана вам Господом Вашим Богом Убийство, какая серьёзная вещь А здесь всего лишь захват земельного участка Сдвигать межу То есть вот границу между полями И можно взять и подвинуть её Захватить себе кусочек чужой земли Это окажется то же самое, что и убийство По вот интенции более, скажем так Слабое преступление Но смысл тот же самый То есть ты убираешь своего ближнего с этой земли Либо физически уничтожаешь Либо лишаешь его на дело Здесь, правда, не прописано никакое наказание А дальше Смотрите А ведь все эти вещи могут использоваться Очень даже хорошо для сведения счётов На суде один свидетель не может обвинить человека Ни в каком преступлении или проступке Ни в какой провинности Обвинение будет законным лишь тогда Когда есть два или три свидетеля Понятно то, что один человек может выдумать Всё, что угодно Второй, третий Ну тоже может Они могут сговориться Да, но здесь рассматривается Такая уже самая простая ситуация Что если нету двух свидетелей Хотя бы, то обвинение вообще не принимается Если некий лжесвидетель обвинит невинного То оба они должны предстать перед Господом Перед священниками и судьями Что будут в то время Да, вот ситуация Сговорились Может быть Два-три человека Тоже легко дадут ложные показания И что тогда? А тогда разбор Если судья, тщательно исследовав дело Обнаружат, что этот свидетель Дал ложные показания Возвёл на брата своего напраслину Сделайте с ним то, что он готовил брату своему Искорение зло То есть он обвинил его в убийстве За убийство, наказание, смертная казнь Казнить лжесвидетеля Обвинил в воровстве За воровство, наказание, штраф Оштрафовать лжесвидетеля Да, вот у нас сегодня тоже есть статья За ложное свидетельство Но она гораздо мягче Там какой-то небольшой относительно срок А так вот Дается то наказание К которому приговорили бы невиновного человека По оговору Очень серьёзная вещь Иногда мне жалко, кстати Что современное уголовное законодательство Не содержит этой нормы Может быть тогда поостереглись Был же свидетельствовать К сожалению, у нас это часто случается Все остальные узнают об этом и затрепещут И впредь никто из вас не будет так поступать То есть у уголовного законодательства Есть очень чёткая цель Это искоренить зло Вот как здесь и сказано Искоренить зло А как искоренить зло? Ведь человек склонен к грехам по своей природе А вот показательные казни Довольно жестокие часто С нашей точки зрения Но в том мире это было нормой Не поддавайся жалости Жизнь за жизнь Глаз за глаз Зуб за зуб За руку рука За ногу нога Вот знаменитый принцип Глаз за глаз То есть человек, причинивший ущерб другому Должен потерпеть такой же Сегодня не выбивают глаз Если человек выбил глаз другому Но сегодня может быть Даже этот принцип И как бы сказать Не сдерживает Нынешнее законодательство Потому что когда там За небольшую кражу У человека отнимают Два-три года его жизни Вот это явно больше Чем он украл И вот тут всё довольно просто Это такое Правосудие общества Не судебная система Не государство С развитыми его структурами Там нет тюрем абсолютно Никого не лишают Поэтому лет жизни Но за выбитый зуб Выбей зуб За сломанную руку Сломай руку Нам покажется Что это наверное жестоко Я не уверен Что более мягкое наказание Это тюремное заключение Когда человек расплачивается За какой-то проступок Годами своей жизни Потому что Года жизни он никак не вернёт Ну А дальше будет Про войну В 20 главе Это всё Вот Такие ситуации Скажем Пограничные Да Вот Когда Жизнь Смерть Ложь Правда Вот Как вести себя На этих самых границах Вот кстати Почему и границы земельного участка Здесь тоже упомянута Это тоже граница Хотя Не человеческих поступков А земельных наделов Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok